Если вы хотите закрыть абрикосы, чтобы они у вас получились вот так, как у меня, целенькие в сиропе, то посмотрите эту инструкцию до конца. Всем привет, друзья! Сейчас я буду первый раз закипячивать абрикосовые варенье и из черешни. Я вчера засыпал черешни, ну в общем, сыплю сахара ровно в половину меньше, чем ягод, понимаете, вот так. Получается, это больше получается, вот мне много человек писали, что это не варенье, но можно назвать, что это фрукты и ягоды в собственном, даже не в собственном соку, а в сахарном сиропе. Вот так точно можно назвать, но это даже вкуснее, чем варенье. То есть варенье это такая вот тягучая субстанция, в которой просто приторно, все сладко и мы такое не едим. Поэтому сколько бы чего я не закрывал, все закрываю по одному и тому же рецепту. Два, ну то есть два ягод и один сахар. Вот так. Оно было разделено на половинки, как черешня, так и абрикосы вчера вечером. Сейчас уже утро, они постояли, постояли, получается, больше, чем 12 часов. И они вот так, сахар растворился, сок пустило, все отлично. Точно так же и здесь, ну только там, чуточку вот там поглубже. Сахар вот сверху немножечко не растворился. Вот Маринка жарила оладушки, я сейчас вам покажу. Я уже вам рассказывал, что мы уже открыли вторую баночку черешни, поэтому решили еще закрыть. Это выглядит вот так. То есть и сироп вот этот вкуснячий, и черешеньки просто выглядят. Сейчас вам даже включу свет, вот так будет лучше видно. То есть это вот такие вот целые ягодки. И точно так же будет и с черешней. То есть ягоды, ягоды целые, они не разваливаются, не получается каша. Получается вот такая красота. И вот в таком они с сахаром, можно сказать, сиропе. Это все ложка отлично кушается. Можно там сразу или на хлеб с маслом, или вот так на оладушек. В общем, вкуснятина получается. Чтобы ягоды не разваливались, ну вообще ягоды не развалятся, чтобы не развалилась абрикосы или клубника, у нас клубника точно так же сделана, чтобы они не развалились, ни в коем случае нельзя мешать. То есть, включил... Все вот так. Ни в коем случае нельзя мешать. Вот мы засыпали, я вот так просыпал каждый слой сахаром. Это персиковый абрикос. Он вот такой крупный, прям большущий, вот такие большие дольки. И вот такими целыми они и останутся. Обязательно все увидите. Ни в коем случае нельзя никогда ничего мешать. Ни когда сахаром засыпаете, ни когда варите. Вот так аккуратненько. Пока сейчас закипит, вообще ничего не трогаем, потому что они вот так станут крепче немножко. Опять не тут включил. Вот так просто закипячиваю, а потом вечером уже буду закрывать. Сейчас просто закипячу на протяжении там одной минутки. Начнет кипеть, я сразу все выключу. И будет стоять, остывать до вечера. Вечером повторно закипятим и закатаем. И все. И будет выглядеть отлично. Вот так просто ждем, пока закипит. Вот так, ребят, вы можете мне написать в комментариях, оно не пригорит. Нет, ребят, смотрите, все ягоды плавают. То есть там на дне только сироп. Сироп не может пригореть. Он такой чистенький, прям просвещающийся. И такой он и останется. Вот смотрите, здесь надавливают. То есть они спокойненько, смотрите, спокойненько опускаются туда. Ждем, пока закипит. И сразу, сразу выключаем. Пока сахар, то можно минутки три, чтобы покипело. Вот, и все, все ягодки будут целые. Так, теперь мне надо другую ложку, чтобы не покрасило мне абрикосы. Все, вот закипело. Красота. Черешенька будет такая же, как я вам только что показал. Пену не собираю. Блин, я вторую ложку замазал в этот. В черешню. Да. Вот так. Ждем, пока закипят абрикоски. Такие будут целые. Прям красота. И ждем. Одну ложку можно убрать. Это уже последняя черешня. То есть буквально, мне кажется, ее еще дня три-четыре на рынке попродают. И больше не будет, потому что средина лета. Ну, вот так. Сейчас сахарок растворится. И все, с вишнями не так страшно, как с абрикосами и клубникой. То есть абрикосы, клубника могут развалиться. А вишни, черешня точно будут целые. Еще и это такая черешня. То есть мы ее разделили, а она сок вообще не пустила. То есть она вот такая прям сочная и упругая, прям плотная. Все, вот. Это уже закипело. Я уже сахарочек размешался. Мне нужно еще миску. Все. Такая пена осядет. И когда будем закрывать, пена будет вот такая прям густая. Ну, мелкая я имею в виду. Не такая пушистая. И ее почти не будет. Так что все будет нормально. Все, сейчас три секунды кипнет. Кипнет и все. А тут пока ждем. Только вот начинает. Абрикосы, еще раз повторюсь, страшно. Потому что они могут превратиться в кашу. На варенье вот такое дольками обязательно выбирайте. То есть если вы покупаете, прям на рынке попросите разломать одну абрикосину, чтобы косточка отделялась от мякоти. Потому что если не будет отделяться, у вас будет каша. Вот так. И чтобы сама абрикосина была плотная. То есть если уже абрикосы мягкие, такая каша так дольками не получится. А так будет красота. Все, вымешали. Это можно выключить. И ждать вечера. А это пока ждем сейчас. Вот так уже кипят абрикосики минут пять. Они у меня убирают. У меня нет кастрюли побольше. Ну вот так-то. Потому что оно пенится. Нельзя мешать. То есть хоть оно даже если и не доварится. Вот верхние они даже не в сиропе. Но мешать нельзя. Помешаем, получим кашу. Вот здесь вот немножко подгребаю. И уже долька разваливается. Она когда остынет, она будет плотненькая. Поэтому вот так сейчас немножечко еще покипит. Выключаю. И когда остынет, будут дольки поплотнее. Ну, а пока еще три секундочки покипятим. Вот убегает, убегает. Убегает сироп. Потому что кастрюлька маленькая. Если было побольше кастрюлька, не было бы проблем. Вот так. Все. В общем, увидимся вечером. Доброе утро, друзья. Сейчас будем закрывать варенье. Вечером я перекипятил. Уже ничего не снимал. И поставил. Уже, думаю, закрою с утра. Вот так, ребят, смотрите. Так я ни разу ничего тут не помешал. Потому что абрикосы большущие. В сахаре они стали мягенькие. И чтобы они не развалились, ни в коем случае нельзя ни разу мешать. Потом ложечкой просто накладем. Сейчас помою баночки. Смотрите, банки. Это вот из подсоусов там разных. Это бэушные банки. Это мне дала моя подписчица из Полтавы. Себе и большой. Вот они сейчас и пойдут в ход. Крышки. Вот я что хочу сказать. Крышки до 19-го года. А, они как новенькие. Видите, сейчас уже 22-й. То есть, как бы крышке минимум 5 лет. Вот так. Это срок годности до 19-го. Два года она была где-то в действии. И вот 5 лет крышки, она как новая. Так что вот эти крышки квестов, они точно не одноразовые. Можно закрывать очень-очень много раз. Как раз пока сейчас это все закипит. Оно уже кипело дважды там по 5 минут. И вот здесь можно чуточку помешать, а вот здесь точно нельзя. Дольки развалятся. А мне нужно, чтобы они были в чистильником. Вот таком сахарном сиропе. Поэтому я не мешаю. Аккуратненько накладем. И все будет хорошо. Все, пока закипает, я сейчас подготовлю баночки. Я стерилизую. Просто закипятив чайник. Разлив по баночкам. Закрыв. 5 минут. И все готово. Можно закатывать. Пену не убираем. Все, сейчас помой банки. И продолжим. Вот смотрите, ребят. Пока мы баночки помыли, простерилизовали черешня. Черешня уже закипает. Сейчас 3 минутки. И будем закатывать. О, какие красивые. С черешней вообще все легко. Потому что ягоды плотные. И они не ломаются. То есть красота. А вот с абрикосками посложнее. Абрикоски не шевелим. Вообще. То есть, как я положил, так они и лежат. Смотрите, как они подпрыгивают. Все. Когда оттуда воздух выходит, поднимаются все до одной. О, видите? Все до одной дольки. Вот так. Сейчас быстренько, пока прогреются абрикоски, мы закатаем черешню. Вот так. А потом уже будем катать абрикоски. Вот так дольки целые. Вот немножечко некоторые потемнели. Те, которые были сверху. Вы видели, что они были с горой. Но их страшно было трогать в баночке. Они все равно будут красивы. Вот такими вот цельными дольчиками. Потом вы посмотрите. Как это красиво. Это не рецепт. Я вам сейчас показываю не рецепт, а технологию, чтобы это было красиво. Вот так. Вот что я вам показываю. Сахар кладите сколько хотите. Но вот это будет прям кислая в аренде. Прям кислая-кислая. Это кисло-сладкая, а абрикосовая прям будет кислая. Мне так нравится. Один сахар я не хочу есть. Все. Ждем, разливаем и закатываем. Все, закипело. Переставлю. На газ поменьше. Чтобы не выпрыгивало. Да и мне с краю удобнее будет доставать. Все. И буду разливать по баночкам и закатывать. Вот так. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Вот так, ребят, все, смотрите, черешню закатали, получилось 6 баночек, этого получится где-то 4 баночки, это, наверное, а может 5, ну вот я с запасом помыл, даже не мыл, я их сполоснул, они чистые, вы видели, только сполоснул, вот так, ну я бы вам показал, но банки горячие чуть позже, смотрите, первый день, когда оно все кипело, оно вылазило пеной, сейчас оно уже просто кипит, ждем пока прокипит немножечко, и лейка, вот так, который, ну, воронка, которой мы только что заливали черешню, а здесь нам не нужно, а здесь мы будем аккуратненько накладывать, накладывать в баночки, а потом просто заливать сиропчиком, сейчас я помою вот этот Аполлоник, и буду ним потом наливать рассоль, ну вот не рассол, говорю, сироп сахарный вот этот, и тогда дольчики будут все чистые, потом покажу вам баночку, это красота. Вот и все, то есть уже кипит хорошо, кипит минут 7, можно передвинуть, как и в прошлый раз, сейчас попробую вам вот так, вот, вот сюда передвинуть, это выключить, так, надо было сначала передвинуть, потом включать, ну, ладно, все. Ну, знаете, вот с меньших долек, то есть с меньших абрикосок, вот так выключить, с меньших абрикосок легче, то есть как бы делать вот такое дольками, но хочется вот такие прям большие, типа персики, вообще хотелось еще и с персиков так закрыть. Посмотрим, все, выключаем на минимум, и аккуратненько по одной долечке, они громаднейшие, поэтому нужно брать их аккуратно, и просто складаем их в баночку. Вы скажете, что это, типа, вот, занимается фигней, но нет, ребят, вот вы берете зимой или вот эту кашу из абрикос, или вот такой красивой дольки, и смотрите на них, и душа радуется, то другому не скажешь. Вот так. Все, оно все проварилось отлично, то есть можете не переживать, ничего у вас не взорвет, спрашивайте, какое минимальное количество сахара, да хоть без сахара, вот хоть без сахара у вас ничего не взорвет, абрикоски с кислинкой, поэтому все будет держаться, держаться отлично. Вот наложили, видите, какие большие, сейчас развалится, надо прям ложка побольше, но все равно будет целая, вот. И все, ну, можно еще парочку положить. Вот так. На раз. И зимой, зимой они плотнее, вот, когда они холодные, они чуточку плотнее, чем сейчас, и тогда вы их просто берете, кладете себе на булочку, и у вас получается, красота, видите, сироп, сироп просвещающийся. Не знаю, я, вот у меня абрикоски только так, только так, вот такая прям, я вам потом в конце покажу, вы увидите, то есть даже сейчас видно, видите, целые абрикоски в сиропе, и они же громадные, то есть если бы они были меньше, даже, ну, то есть выглядело по-другому, а это же прям вот такие мы прям брали. Ну все, теперь я сейчас быстренько закатаю, потом вам все покажу. Ну все, ребят, в общем, вот мы и закрыли, получилось 6 черешни, 5 абрикос, и даже с таких тяжелых абрикос, а почему тяжелые, потому что большие, переспевшие, вы видели, какие они красивые были в начале, у нас получилось все так, как было и задумано, все дольки целые, хотя они мягенькие, но они целые, они плавают в сиропе. Не знаю, как кому, мне так выглядит просто намного даже аппетитней, чем вот эта каша, у меня всегда дольки с абрикос вот такие целые, вот такая красота получилась. Это немножко сверху пены, она потом уйдет, и будет все хорошо. Вот так, вот такая целенькие все дольки. Ждем, ну нельзя даже сказать зиму, ждем немножко, остыло, постояло, можно открывать и кушать. Они получились у меня кислые, потому что здесь очень-очень мало сахара. Можете сахар вложить сколько вашей душе угодно, не взорвет, даже если вы положите сахара в 10 раз меньше, чем ягод. Не бойтесь, не взорвет ничего. Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Черешню, конечно, не видно, но она там тоже вся целенькая и вся вот такая красивенькая, половинками. Черешня не целая, а половинками. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok